Сегодня мы собрались. Здесь присутствуют представители основных общественных движений и объединений в Ингушетии. Наши основные вопросы это то, что, во-первых, нас лишили прямых выборов. Это первое. Второе, общественно-политическая ситуация, кризис власти в Ингушетии. Такое. И третье, это коррупция. Всевышний гражданский совет, это ассоциация, подходит 11 общественных организаций политических партий. Мы мониторим ситуацию в Ингушетии, общественно-политическую, социально-экономическую, делаем анализ, выступаем, апеллируем к власти, обращаемся к федеральному власти. Наша основная деятельность связана с коррупцией, с экономическими преступлениями и другие ряды вопросов, которые будут заниматься общественной организацией. Можно 100% уверенность констатировать, что никаких позитивных изменений за 5 лет не произошло. Более того, коррупция приобрела грандиозные масштабы. Она всепоглощающая, всепроникающая. Простенькую справку невозможно получить без мзды, без денег. То есть вот такая ситуация. Я хочу привести некоторые цифры, чтобы это не было голословно. Хочу начать с того, что в счетной палате Российской Федерации при очередной проверке финансовой деятельности в республике было выявлено масштабное хрещение средств. То есть нецелевое использование и хрещение. Это было 570 миллионов рублей. По этому поводу, если вы помните, и в Государственной Думе Степашин выступал, говорил о беспроцентном давлении со стороны главы региона на его аудиторов. Там были разговоры о попытке подкупа этих аудиторов. То есть был большой скандал, но он почему-то тихо-тихо-тихо сошел на нет. Хрещение в комитете по делам молодежи. Только за один эпизод, один случай. 30 миллионов рублей было похищено. Посадок нету, задержанных нету. Единственное действие со стороны руководства, это то, что глава комитета по делам молодежи был уволен в свое место работы. На этом все договорно. Министерство сельского хозяйства. Тут вообще в Ахканале творится. По нашим подсчетам, около 350 миллионов денег. То есть эти деньги на поддержку аграрного комплекса выделялись по федеральной ЦВ программе. Ничего не изменилось. Поголовье крупного рогатого скота упало на 22%. Посевных площадей сократилось, все заросло бурьяном. Техника, купленная, завезенная в регион по лизингу, распродается за наличный расчет, то есть частному сектору, кто ее покупает по сниженным ценам. Вот что творится в сельском хозяйстве. Минобразование. Колоссальные деньги на взялись. Но министр образования Ливана, когда приезжал с институтом поездки в Ингушетию, просто сказал, что состояние образования с кульки катастрофическое. Нету школ, дети учатся в три смены. Школа не строится. Если они не строятся, то опаздываются в сроках сдачи, работы, эксплуатации. Большие откаты. Человек, который отучился в школе, прекрасно знает, чтобы сдать экзамен, один экзамен по русскому языку, его родители должны выложить от 40 до 80 рублей. Если вы помните, в СМИ были высказывания такие, саркастические, что в Ингушетии приезжают люди с богатым знанием русского языка. А вот оттуда растут ноги этого знания русского языка. То есть 40-80 тысяч. Около тысячи абитуриентов. Можете посчитать сами, какова сумма. Репартамент занятости. Ни одного рабочего места не создано. Нет ни одного предприятия. Эти рабочие места должны быть на какие-то предприятия. Даже одного цеха не создано. Была программа по субсидированию населения. То есть это были небольшие суммы, 58 тысяч рублей, которые выдавались на руку под небольшой бизнес-проект. Для начала дела, чтобы начать свое дело. Эти деньги, к сожалению, растачены около 600 миллионов рублей. Те, кто их получал, получал по очевидной схеме. Это 50 на 50. А люди, которые немножко приближенные, 30 на 70. Вот вся борьба с безработицей. При этом показатели Центра занятости показывают, что эти деньги человек получил в полной сумме 58 тысяч рублей. При этом представил бизнес-пласс. Значит, он начал свое дело. И он с учета нуждающейся в работе снимается. Единственное, я хотел бы добавить по Центру занятости. В 2011 году я занимался этой программой. Я был в Индушетии, был на этих ярмарках по рабочим местам. Там была программа по выезду местных жителей региона России. Им давали деньги на проживание и так далее. Попросили предоставить какую-нибудь фирму. У меня в Москве фирма. Я тоже ее предоставил. Был на этой ярмарке. Сказал, мне нужно 20 человек. Ну, в принципе, на этом все закончил. Потом я узнал, что эти 20 человек получили какие-то деньги. Ко мне так никто и не приехал. Единственное, что мне позвонили и сказали, что эти 20 человек на вас записаны. И мы хотим на содержание перечислять каждый месяц по 5 тысяч. Я говорю, нет, вы сейчас у нас ушли бюджетные деньги. Я говорю, как я могу получать 100 тысяч? Дайте мне людей. Я возьму их на работу. Я говорю, пусть приезжают с этими деньгами. Снимем им квартиру в Подмосковье. А мы купим им газели. А они будут ездить, работать, развозить продукты. Они говорят, нет, денег это уже списано. 600 миллионов ушло. Мы их раскидали. И люди говорят, я говорю, так, созданы рабочие места. Но, к сожалению, ни одного рабочего места не создано. 600 миллионов ушло. Это был 2011 год. Поскольку я узнал, что и в 2010-м была такая ситуация, и в 2012-м. Ну, я просто говорю по той ситуации, в которой я участвовал. Добыча нефти снизилась на 4,8. Прибыль крупных и средних предприятий снизилась на 18,8. Или на сумму 245 миллионов. Убытки в вывесе на 194 миллиона. Объем строительных работ снизился на 20%. О горпышном комплексе по голове КРС снизилась на 22%. По голове овец и коз уменьшилась на 18%. Мы узнаем, что Минфин перечисляет деньги в ЖКХ. И продолжает перечислять эти деньги. Порядка 50 миллионов за 2011 год. Эти деньги в ЖКХ по указанию опять Минфина и премьер-министра, и в душе эти, отправляют на фонды частные. На частные фонды. А с этих частных фондов они уже раскидывают по фирмам. Можно, ну, нужен ли завод, опросительный завод, ну, пустыня. Пустыня вода нужна. Но опросительный завод там строить, да, никакого смысла нет. Потому что моря нету, океана нету, что опросить нету. То же самое мукомольный завод. Под гарантией правительства не гушит. То есть это бремя, долговое бремя, которое выруется на всю республику. Когда эти люди уйдут из власти, завтра придет хозяин денег и потребует. Или заберет мукомольный завод, а еще потребует денег. Вот это его инвестиции, которые он говорит про инвестиции, да? Вы понимаете, конечно, что федеральный центр в виде ситуации, которая складывается на юге. Беспрецедентный уровень безработицы. Отсутствие возможности занять этих людей. Трансформировать их трудоспособность, значит, другие, так сказать, на поле географии страны. Весь этот пакет проблем пытается решить, направляя туда всякого рода социальные пакеты. Зная, что огромное число трудоспособного населения прозябает без работы, хотя бы временно закрыть эту дыру, чтобы обеспечить их, так сказать, социальной помощью. К сожалению, нет совершенного механизма распределения этих денег, и они всегда являются предметом достаточно серьезного разворовывания. Поэтому, мне кажется, эта тема бесконечна в своих обсуждениях. Вопрос, когда надо будет ломать хребет этой системы, видимо, настанет скоро. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня немного сконцентрировали вопросы, то есть внимание наше на другой теме, по которой мы сегодня собрались, и хотели бы обратиться к вам и к общественности. То, что произошло на съезде ингурского народа и на парламентской площадке Ингушетии в последний период в свете решения главы государства и Государственной Думы, принявших закон о восстановлении института прямых выборов руководителей глав субъектов, значит, то, что Ингушетский парламент принял решение о лишении народа, который его избрал, право прямым волеизвелением избрать своего руководителя главу, это решение, этот факт выходит за рамки нашего нормального, так сказать, мироощущения. Не можем на это смотреть давнодушно, мы не можем это переварить, мы не можем это перенести. Мы заявляем, что парламент, который принял это решение, в свое время абсолютно легитимно, нелегитимно избранный, что вызвало волну скандалов в республике. Этот парламент, не глядя, никого не слушая, это закрытый, так сказать, анклав, где узаканивается, так сказать, желание главы республики, выносит это решение, и нас оставили, так сказать, без наших надежд, в принципе, без нашего лица. Поэтому ряд общественно-политических организаций Ингушетии, партии, приняли совместное решение о проведении в Москве открытого конгресса ингушского народа, с обеспечением присутствия на нем всех ингушей, живущих в России и в СНГ, и за рубежом, делегированных. Оргтаритет сегодня уже формируется, время и место проведения будут дополнительно объявлены. Значит, мы хотим поставить один вопрос. Мы хотим, чтобы нам мотивировано объяснили, почему нам отказано в собственном более изменении, в важнейшем вопросе. Поэтому мы считаем, что мы в какой-то части оскорблены собственным парламентом, собственным руководством, и хотим, чтобы федеральный центр помог нам в этом вопросе, и по правилам наших, так сказать, взорвавшихся деятелей в лице и руководителя, главы и парламента. Ни одного состоятельного аргумента, я читаю, слушая выступления противников прямых выборов на Северном Кавказе или в Ингушетии, я не нашел. Первый аргумент. Невозможность проведения прямых выборов в связи с общественно-политической ситуацией. Насколько она ухудшилась, эта общественно-политическая ситуация с 2002 года в Ингушетии и с 2004 года на Северном Кавказе, что сегодня их нельзя проводить, эти выборы. А вы все знаете, да, до 2002 года в Ингушетии, а до 2004 года вообще на Северном Кавказе выборы проходили. Просто в Ингушетии последние выборы прямые главы были в 2002 году. Ну дальше, выборы в той же Ингушетии местных муниципальных органов власти, выборы местного парламента проходили. Никто не признал их нелегитимными, никто их не признал несостоявшимися, никто серьезной критики в отношении этих выборов не высказывал. А власть их признала, ну народ сегодня их признал. Значит, можно проводить эти выборы в Ингушетии? Никакая общественная политическая ситуация, которая якобы там мешает, она не существует, которая мешала этому. Следующее. Заявлено, что народ, например, Ингушетии 10, 20, 30 лет не готов к выборам. Это вообще парадокс. Как это он не готов? А выборы, которые там проводились президенты России, а выборы, которые там проводились в Государственной Думе, выборы местного парламента, местных муниципальных органов государственной власти, это что получается по логике проводились народом, не готовым к выборам? Следующий довод. Народу надоели выборы. Это официально прозвучало. У меня вопрос. Какие выборы? Выборы главы республики, например, Ингушетии не проводились 11 лет, а проводились выборы парламента, федеральных органов представительных и президента России и так далее. Вы что, их от меня предлагаете? Парадокс какой-то получается. В собственном доме на малой родине у меня прав меньше, чем в столице нашей большой родины. Абсолютно. Для меня это неприемлемо. Поэтому наша институтная группа за прямые выборы будет до последнего использовать все шансы и все возможности для того, чтобы все-таки вернуть это право в республику Ингушетии, вернуть право ингушетии, народу Ингушетии избирать себе руководителя. С нами собиралась, работала бывшая федеральная судья, она должна была вчера быть на крупном столе, совершенно секретно, но она туда не приехала. Она хотела тоже рассказать о том, что происходит в судебной системе в Ингушетии. Даже вот она эту копию прислала нам. Здесь определение судей, а сверху резолюция Евкурова. Тут написано, данное распоряжение отменить. Данное определение отменить. И подписи в курс отправить на рассмотрение Совета Секретарь и Совета Безопасности поручить. Вот он резолюцию здесь поставил. Она не смогла и вчера прибыть на крупный стол, и с нами, потому что ей накануне забросили гранату во двор.